Крошить и резать лёд здесь начали ещё утром, но сколотить сходни и сделать саму прорубь к воде недостаточно. Для того, чтобы день омовения не омрачился травмами, речное дно обязательно обследует водолаз. Мы перво-наперво смотрим, что находится на дне Иордании. Главное, чтобы было никаких факторов усугубляющих, чтобы не было бытового мусора, не было слишком много водорослей, не было также других технических посторонних предметов. Посторонних предметов не обнаружено. Дно чистое и листое. Затем устанавливают две палатки над купелями для мужчин и для женщин и два шатра для обогрева. В каждом по две печки. Безопасно должно быть и здесь. Служебная собака ОМОНа проверила. Всё чисто. Глубина проруби 70 сантиметров. Вода даже успела замёрзнуть. И очень холодно. Я бы не рискнула в такое окунуться, но в следующем году обязательно попробую. Но самое главное, о чём следует помнить тем, кто всё же рискнёт окунуться, это то, что после этого нужно одеться в тёплую одежду и обязательно выпить горячий чай. А вот бывалым и холод нипочём. Николай Данилов купается в Иордане уже не в первый раз. Праздник, крещение. Обязательно надо купаться. Берег не искупаться. И каждый год тянет обязательно. Время пришло, значит, надо искупаться. Подготавливаемся, настраиваемся и вперёд. Вы что-то себе говорите, я смогу или как, без страха? Без страха. Всё хорошо, всё замечательно. А вот тем, кто страдает заболеваниями сосудов, астмой или хроническими болезнями почек от омовения, лучше воздержаться. Тем же, кто полон решимости очиститься от грехов и зарядиться положительной энергией воды, следует плотно поесть за час до купания. И во время схождения с набережной на лёд образовалась небольшая болыня, которая будет покрыта сходнями. Поэтому, уважаемые граждане, передвигайтесь только по данным сходням в избежание несчастных случаев. А мыться в освещенных водах можно будет сегодня и завтра до 18 часов. После этого времени проход к Иорданям будет закрыт. Оксана Тантоева, Сергей Костенко, Андрей Дармаев. Новости дня.